Мы тогда что-то проще обсудим. Главный вопрос, который я хотел с вами обсудить, это вопрос с тем, как быть, когда невозможно использовать объективные критерии, и когда вы понимаете, что конфликтную ситуацию нужно урегулировать, вы заинтересованы в разрешении конфликтной ситуации, но объективные критерии вырабатывать сложно, по ряду причин. Можете ли вы предложить какие-то идеи? Сложно, конечно. Объективные критерии. Например, экспертные, пригласить независимые эксперты, однако расходы на экспертизу стоят дороже, чем цена вопроса. Такое бывает при экспертизе редких товаров и услуг, сложных товаров. Возьмем даже пластиковые окна, перегородки, для того, чтобы ответить на вопрос, монтаж качественно произведен? Пена, монтаж и так далее, или некачественно? Почему холодно на лоджии? Это неправильная эксплуатация? Почему намерзает лед? Или это некачественный монтаж? Вот возникает такой вопрос, да? Да. Вот в этом случае, если стороны столкнулись с такой конфликтной ситуацией, нужно обсуждать правила игры, так называемые. Поэтому в переговорах различается игра и метаигра. В чем это заключается различие? В первом случае, о чем спорим? Представим себе, что у нас есть дробь, в знаменателе которой находится ответ на вопрос, о чем спорим. А в числителе, как спорим? И то, и другое представляет важное значение. Потому что можно спорить, выкрикивая свои позиции и перебивая друг друга. Можно спорить, выслушивая друг друга. Можно придерживаться определенных переговорных правил. Поэтому в ситуации, когда вы столкнулись с дилеммой... Продолжение следует...